Своё небесны, утешителю души истины, И жили здесь, и вся исполняя сокровище благих, И жизни подателю, преди вселися вны, И очистены от всяких скверны, И спаси блажа души наша. Господь наш и Бог, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, благостои наши занятия предстоящие, избавь нас, Господи, от Своей мудрее человеческого, научись следовать поступам Твоим открывавленным, не уклоняясь ни влево, ни вправо. Тебе слава, высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Садишь туда, нет? Нет, нет, я тут. Там Игорь придёт. Брат. Для неверующих, у которых Бог века сего. Второе послание апостола Павла Каримфина, 4 глава, 4 стиха, страница, 547-я, второй том Нового Завета, Столкование нашего выпуска. 4-4 ханцера. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, подчёркнуты слова, о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Выделены слова «свет благовествования». Итак, толкование Блаженного Феофилакта. Сразу первого вопроса. Почему вопросов нет? Вот я сейчас задам вопрос, а ты скажешь, а я не думала. Почему одним словом называется Бог всемогущий, и этим же словом Бог называется падший с неба демон? И в одном стихе слово Бог диаметрально противоположное. Зачем это нужно? Почему было не сказано? Сатана. Чтобы люди-то не путались, а то с большой буквы, с маленькой. А слово Бог также из трёх букв состоит. Почему? Так, спрашиваю. Раз вы не задали, вам это ясно, мне не ясно. Отвечайте, я хочу знать. Я хочу вас послушать. Сейчас толкование прочитать и... Без толкования. Это Евангелие люди считают во всём мире. Их получили коринфяны, и толкования не было. Ещё четыре столетия до толкования. То есть вот эту внешнюю канву без всякого толкования мы должны узнать. почему сатана или дьявол назвал бы, или змей, там, дракон как-то, а то Бог века сего. Так Бог века сего. И Бог, он всё над всем, над этим, над будущим веком, будущего века. Зачем эту путаницу создал Павел? Задал вопрос, и сразу встали. Почему на тебя не возник вопрос-то, когда ты сама считала? Моё знание не от того, что я много знаю, а то, что я много не знаю. Вот мои в чём знания-то. Я постоянно эти вопросы муссировал, дублировал, переписывал, посылал, спрашивал, когда толкования не было. Игорь Ильич, вам ответ на ваш вопрос очень простой. Прослушали невнимательно, не вникли в смысл каждого слова. Камо быстро. Нужно его прочитать. Ещё раз на тактих четвёртый. Прочитай, брат. Теперь слушаем внимательно уже. Да не надо. Для неверующих, у которых Бог века сего, с маленькой буквы Бог века сего, естественно, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вопрос в том, что словом Бог называется и Творец, и Сатана. А потом второй вопрос следующий. Имеем ли мы право гневаться или что-то на неверующих людей? Вот он юноша, не хочет слушать. Ослепил его, он ослепил, он ослепил этот падший демон-то. Он не просто не верит, он ослепленный. И не просто слепой. А его Сатана подошел и грязью ему замазал глаза, и даже ями нету. Ровное место, как мумия какая-то. Второй-то вопрос будет посложнее. Я когда-то читал, у меня вопрос за вопросом спросить некого. Игорь Алексеевич, ваши слова прямо вот бередят мою рану, потому что сын мой, который мы читали «Путешествия пилигрима», там такие яркие картинки. И я вспоминаю этот момент, когда он, видя вот эту картину, когда атеист занес ногу над пропастью и расхохотался, и подпись «Атеист расхохотался». И как он воспринимал эту картинку? Он ярко это себе представлял, и он удивлялся, как может. Он же сейчас упадет в яму и пропадет навеки. Он это воспринимал. И теперь он почти тот же атеист, я ему уже напоминал не раз, говорю, и ты уже занес эту ногу над этой пропастью. Ты людям расскажи, кто написал, когда, почему? Кто автор этой книги? Джон Буньян написал эту книгу, и она была настольной книгой Пушкина. Так, я вопрос не об этом. А когда он написал, в каком он сам был состоянии? Он в темнице. В темнице был? Да. Это в тюрьме написано? Его за благовестие. За благовестие. За благовестие, не за убийство. Нет. Он не православный. Он проповедник был. Но ему как открытое это было. В аллегорической форме вся христианская жизнь. Как он верует, как идет, кто препятствует, жена, дети. Он все абсолютно по частям разобрал. Сейчас даже в виде фильма, ну так это, такие артисты, он идет, встречается, идут, разговаривает, она уже есть, можно посмотреть. Вот это вопрос, почему они не возникают? Я дальше уже, молчите, я, а почему вы не задаете? Вам это, я дальше вопрос уже задаю, когда, а могу я это узнать? Могу, без всякого толковать, или это поверхностные вопросы? И я тогда стал просить Бога, который дает просто и без упреков. И еще толкования не было, я уже толкования знал. Я его забыть не могу, я его выпросил. Отодалось трудом мне. Я вспоминаю, как-то вел я встречу, попросили, дом ученых, новосибирский академгородок. Одни профессора, полный зал, кандидаты там, академики, задают вопросы. Я возьми и скажи, говорю, Библия отвечает, Святая Библия, на все вопросы, какие у людей возникают. А один встал и говорит, можно задать вопросы? Ну, задайте. А вы сможете доказать, что любой вопрос ответит? Я говорю, ну, как я могу вам доказать, когда вопросов нет? Вы давайте три вопроса мне? На выбор, любые. Чтобы по написанному в Библии было. То есть, ты скажешь, а как это нейтрон, атом и Библии, об этом нет, я тебе отвечать не буду по Библии. А мне сказаться, я говорю, он говорит, баптистом ходит. У него Библия с собой. То есть, он уже кое-что слышал. Я говорю, ну, и мне мой вопрос, я так вам разрешу, пока не начали беседу. Если я вам отвечу на все вопросы ваши, три вопроса, и вы поверите в это, и люди сидящие в зале поверят, что я вам ответил, а вы сказали не так, то вы сможете встать перед народом попросить прощения, что вы не правы? Условие-то какое? Конечно. Неплохое. Он задает первый вопрос. Первый вопрос был, может быть, самый трудный. Начинаю от творения, там что-то сейчас уже. Я ему ответил. Ну, я сомневаюсь, так, но я говорю, другого ответа нет. Но он отвечает, я вам разъясняю толкование уже, или прямо к точке подводит. И все скажут, так тут же ясно сказано. Ну, ладно. Второй вопрос. Третий. И он не ждал, и больше не стал ждать. Встал, говорит, простите. Я не знал. И сразу поднялся и вышел. То есть, ему то ли неудобно стало, то ли еще. И эта встреча у меня врезалась в память. Вот научитесь вот хотя бы так вести себя, как этот человек. Библия отвечает на все вопросы. Почему Бог? Слово Бог, означает, как бы, производное в русском языке богатый корень. А кто он такой? Он говорит, хочу, буду подобен Богу Всевышнему. То есть, у него претензия была на это. Сяду в сонми богов. Это он говорил. Там, это 14 глава Исаии, 28 языки Илья говорит. И Библия говорит об этом. Я ему сразу эти места назвал. Правильно, да, правильно. Там написано. Ну, и Господь показал ему, какой ты Бог. Архангел Михаил, Бог его не трогал. Ну, сказал, небесные силы, бейтесь друг с другом теперь. И вот, потерянный, как возвращенный, как называется? Это духовная война. Вторая книга. И там он об этом говорит. Там они когда борются, там, эльбрусами кидаются, там это все, демалаями. Ну, это, конечно, воображение. А здесь иначе. Почему? Вот ты теперь Бог, пожалуйста, в этом мире, в духовном тебе места нет. И я Бог, я уже не могу тебя здесь терпеть. Ну, и что этот Бог? А люди его приняли за Бога. А как? Я атеист. Бога нет. Ну, раз того Бога нет, кто-то сотворил. Мир придумал второй Бог, это Демиург. Демиург. Это злой Бог, а два Бога в мире. Сатана ему имя, не Демиург. И апостол Павел говорит теперь о действиях сатаны и краешком показывает свет, идущий от Бога живого. Это в одном стихе. Этот стих желательно запомнить наизусть. Он очень сильный. Я вчера заново прочитал, прочитал или прослушал, Андрей Кураев говорит об этом, о миссионерской работе. И как миссионер, работая с кем-то, он не может быть поставлен в ряд обыкновенных людей. У него все другое. Я не могу беседовать с баптистами на основании Матроны или Ксении Петербургской. Я могу только говорить то, что они знают в Библии. Притом я могу говорить только 66 книг. И говоря с ними, я постепенно проникаюсь в их аудиторию. Как священник, они много лет работали в заключении, в заключенном. А потом вышел и говорит, итак, приготовьтесь к суду Божию. Потому что там будет самый великий шмон. Там же есть терминология, но очень понятно. Такой там шмон будет. Проверят мысли, дела, закоулки, что ты там в тайнике, что имел в виду. Все это будет сказано. Действительно великий шмон. Его, кажется, приводит Андрей Кураев как раз. И я понимаю это. Я остаюсь тем же самым, но отец Геннадий как-то говорил с заключенными в лагере-то, ну и употребил их там терминологию. Я один настал и говорю, батюшка, не надо это. Мы сами от этого устали уже. Вы говорите своим евангельским языком. Я понял, что не надо. Есть момент, где можно маленько там принизить планку, а здесь нельзя. Я лично никогда этим не пользовался. Просто я этим, если я там был, то это моя... не им подражаю, это уже у меня такое. Я каторжник, я уже не могу это вытянут. Но беседу я с верующим, я слова эти даже в мыслях не держу. Вот. Вот начинает все здесь секс, меньшинство. Никогда не употребляйся. Садомит. Садом и Гамора. И дальше евангельские листа. Давай толкование. В числе погибающих, говорит, которых много и которые различны, находятся и неверующие. Если же он называется Богом века сего, то в этом нет ничего нового. Короче, они перестарались. Здесь Богом века сего с большой буквой назвали. Ибо он называется и Богом неба. Хотя он есть Бог не его одного. У меня очки-то появились. Да я нет, я тут сам просто. Мне не нужны очки. Называется он и Богом Авраама, Исаака, Иакова. Хотя он Бог не их одних, но всех. Короче, о чем тут я так не понял? Это про Бонис и Дея Бога. Настоящий. А он-то с большой буквой? Да, да. Да, здесь он-то. Если же он называется Богом века сего, то в этом нет ничего нового. Я что-то понять не могу, о ком здесь говорится. Путанно. Очень путанно. Он сможет бодрян. То есть, я так понимаю, тут о чем идет речь. Тут, видать, было до этого слово просто не до конца говорится. То есть, Господь Иисус, Он тоже Бог века сего. То есть, Бог. Теперь нельзя это говорить. Это место, Бог века сего, это соединение только к сатане уже относится. Но здесь однако здесь большой буквы и говорится, продолжается. Но мы не употребляем этого. Ну да, мы не употребляем. Потому что это место, такое выражение сатана уже захвачивает. Игнатинович, я не знаю, употребляете вы или нет. Мы не употребляем. Мы прочитали раз и сказали, а в разговоре не употребляйте. Вот так скажу. Но это может верно. Потому что любой баптист скажет, Бог века сего, в откройке поисковик. Только к сатане это относится. Конечно, Он Бог в будущем, в настоящем, в будущем, в которое за будущем. Но однако выражение уже не закончено. Хотя Он Богом неба, хотя Он есть Бог, не Его одного называется Он. Он уже опять с маленькой буквы и Богом Авраама, Исаака, Якова, хотя Он тут с большой буквы Бог, не их одних, но всех. В общем, они тут сами подзапутались. Больше, меньше. Что же странного, если и Павел благовременно назвал его теперь Богом века сего, с большой буквы, чтобы лучше показать неверующим, что Он, с большой буквы, создал и это видимое, наслаждая есть, которым они отвергают создателя. Ну, говорит, там, давайте кого-нибудь сначала, что-то я ничего понять не могу. Он, здесь, там, маленькая, большая, загрузили тут по полной программе. А вот просто написано, ей говорю вам, бойтесь того, кто, кто, говорит, до полупрения до души. Большой или маленький? Вот я открываю Библию в одной, с большой, с другой открываю с маленькой. А вы как считаете? Конечно, с большой. Это только Бог решает. Ключи смерти и аду у него находятся. А почему с маленькой? Потому что сатана добивается, чтобы людей в ад заколотить. И поэтому люди склонились туда, хотя это не так. Это не просто все это, переводчиком было с большой, с маленькой буквы уже поставить. О чем? О ком? Но я понимаю, там написано Бог века сего. с маленькой буквы. Бог с маленькой. Здесь два раза говорили. Вот это толкование Феофилакт Болгарский. Я что, выноват, что это не мой? Это не комментарий. Это не комментарий. Это не комментарий. Это Феофилакт Болгарский. Это не комментарий ваш. Что он создал и сие видимое, наслаждаясь которым, они отвергают Создателя. То есть как бы он об Игоре говорит? Да. Место писания еще раз не надо почитать. Какое место писания? Это четвертое. А мы еще письмо раз мы неправильно поняли толкование этого. Он говорит, что это Христиан. Ты чего неправильно поняла вообще? Ну, если он говорит, что это Бог всех и Иегова. А мы читали как простатану. Считай дальше, не задерживайся. Время стоит. Это простатану. Но ослепил. Это понятно, что не Бог ослепил. Богу зачем ослеплять-то человеку? Что же значит ослепил? Что же значит ослепил? Давай. Прозреем потише с Божьей помощью. Значит, что попустил быть слепыми, подобно тому, как и предал их Богу превратному и как и предал их Бог превратному уму. Римлянам 1, 28. Ибо после того, как они отпали от Него, Он предоставил их себе, оставил их, потому что не принуждает ко спасению. Потому что воля Твоя должна быть сопряжена с этим. Желание Твое должно быть. Насильно никого не заставишь. Я бы просил Бога, чтобы Он Сына Моего остановил бы на этих скользких путях. Но нужна еще и воля Его. Да и мы-то, если не сопрягаем свою волю с Божественной волей, а просто произносим молитву как молотильный, просто сотрясаем воздух своим языком, то ничего толка не будет от этого. Никакого спасения. Замечу, тоже не сказал, что ослепил для того, чтобы они не веровали, но для того, чтобы недостойные глаза не видели блеска славы Христовой. Блеск же состоит в том, чтобы веровать, что он распялся, вознесся и даст нам будущее и благо. Как больному глазами не дозволяют видеть солнечных лучей, чтобы они не повредились, так точно и они сделались неверующими сами от себя. А когда они стали такими, Бог сокрыл от них лучи славы евангельской, как этот от израильтян в лице Моисеев, так и нам заповедал не бросать жемчуга перед свиньями, Матфея 77. Прекрасно сказал воссиять, ибо ныне мы имеем умеренный свет, а не полное освящение, что выше назвал благоуханием и залогом, показывая, что там находится нечто большее. Они не знают только славы Христовой, они не знают не только славы Христовой, но и славы Отца. Почему-то то написано. Они не знают не только славы Христовой, но здесь нужно написать но, а написано то, но и славы Отца. Ибо если Христос есть образ Отца, то невидящий Христа не знает и Отца. Все логично? Логично это логично, но тут Бог с маленькой буквально а тут все говорится о Боге и Гове с большой буквы. Как-то логично, с другой стороны ничего не логичного. Можно спросить? Я поняла, что Бог допустил, Бог ослепил. Именно о Боге говорится и Гове, а не о сатане. Не Бог ослепил. Ты сейчас смотришь одно другое. Ты сама себе противоречишь. Бог допустил и Бог ослепил. Бог допускает и ослепляет сатана. Вначале так написано. Но толкование он именно так пишет. Бог века сего везде с маленькой буквы. Конечно здесь написано. А здесь в толковании сразу начинается Бог века сего с большой буквы. Вопрос. Если кто-то из знакомых твоих здесь или в интернете, который был бы сейчас здесь и вел бы собрание и сын твой ждал всю неделю и сказал наконец-то я услышу настоящее слово. Кто бы его заинтересовал? Во вселенной живые или умершие там. Вот сегодня у нас служба ведет литургию Англатоуст и говорит проповедь по-русски чисто все. Они придут сюда? Нет. Вот весь ответ. Я знаю одного человека очень дерзкий. Просто дерзкий. Я говорю если на земле человек в присутствии которого ты постыдился так разговаривать из уважения к тому ничего не говорит. Я говорю это епископ находится здесь. ты его уважаешь. При нем бы ты стал так вести себя. А так и случилось епископ приехал так же и повела себя. Разницы никакой нету. Авторитет он только видимость дает блеска. А на самом деле внутри тебя страх Божий. Вот я говорю выступает показывает недавно в Америке Евгений Ехтушенко поэт уехал и там объявлен большой огромный зал полный зал студенты отовсюду знаменитый поэт был Ганин при Хрущеве и как он рассказывает как он покажет все это выразительно если человек не любит стихи пойдет он туда или нет ясное дело что за эти деньги платят большие деньги люди и они пришли это внутри тебя все даже он рядом будет жить пушки на одной лестничной площадке и ты ни разу не познакомишься с ним а зачем пишет какую-то капитанскую дочку Евгений Онегин зачем это все нужно ему не это надо ему него нужна а не Онегин вот я говорю первую беседу я беседую с Дмитрием Дудко и дядя Гоша Георгий Иннокентьевич Лютых услышал на пленке и он прослушал а кто это разговаривает вот это это священник Дмитрий Дудко а это ну а кто он такой ему говорит на Барнауле живет он такой назвали он говорит а он прав священник не прав везите меня к нему город Канц Красноярского края и они его привезли сюда я начинаю беседовать я не могу надевиться я начинаю говорю такая поэма большая поэма христианка нация наизусть читает я стал ему там Григорий нарекоти вообще редко такое он считает я говорю откуда вы все знаете он говорит ни одной беседы нигде не было на которой бы я не присутствовал 6 лет ослепленный полностью зрения нету совершенно на 100% слепой что в человеке есть я ему стал рассказывать отец Геннадий фаст а где он находится сейчас венесейский скажи ты уволокся туда и с ним беседует отец Геннадий фаст у которого такие познания это не мои я не мог найти границ его незнания границ его знания знания где границы появятся незнания я у него дяди Гоша был дома стали беседовать а он говорит а вот Елисоветинская Библия там так там на второй полке достаньте я взял кверх ногами что-то развернул книгу эту кверх ногами она по Брайлю начал читать а вот стих-то такой-то такой-то правда но здесь говорит ошибка допущена у них была все абсолютно знает я знаю жития святых я их начитывал я ими свободно пользуюсь почему у меня симфония у него нет никакой симфонии но я не могу назвать число какого они были а он это знает и знает какие кондаки запевок к святым на клиросе ведет службу приехал священник он до архиерея дошел вячеслав глущенко но никодим был я романах и он его начал учить а он не знает он говорит у нас не будет он говорит искажает службу какие знания и слепой да на суде божьем как мы будем выглядеть когда у нас все и компьютеры и телефоны на которые можно скачать и дорогой слушать и он ко мне приехал три раза в Барнаул представь себе один раз с провожатым два раза без провожатых совершенно один слепой кого-то на вокзале кто-то идет сзади так вы меня через зеню переведите вторая строительная открывая дверь дядя Гоша стоит и фамилия лютых и кем он работал работал переплетчиком печек в городе ложил печи я печник но я до того удивлен как вообще не видит ни одного кирпича никогда не знает даже ужас один вот и все как у Куприна написано там анафему что говорит диакон все это запоминал учился и чудовищно развил свою память чудовищное выражение какое все на память кто-то видел фильм яма его поставили сейчас Куприна да я видел а вы смотрели Куприн называется он 90-й годов нет она называется Яма там другие по другим сейчас новая есть Куприн называется может Куприн такая рядом стоит Куприн а дальше черным написано Яма но это там 4 фильма главное то что писал собрание кто во времени писал какая была Русь она не святая никогда это помойная яма всегда была как сегодня везде Параша Раша это Россия а говорит вы не Раша это Параша вонючая говеная а русским обидно а мне нисколько это не обидно я живу здесь с этим бороться надо я санизатор я буду чистить чтобы она не была Парашей а то что я буду злиться на кого-то который правду сказал одна пьянь а возьмите Груз 200 фильма которая одна пьянь один разврат не один а много дома терпимости показывает да что это не Звягинцов показывает еще на него обозлились а потому что тут задействован ком был что он среди этой категории то не лучше выглядит из этого попы сбунтовались а от этого всегда такое было не ценили ни себя ни другого а как же воины выигрывали приспещивала нужда пошли не поняли все будет отнято таких сокровищ пространств никому в мире не было дано за всю мировую историю и все разбазарили все загадили а сейчас объясняют откуда загаживание да 120 лет были побегом татар а татары что это татары не набрались татары конятся остановились нагадили дальше и русские так они делают вы все еще ты татар в монгольском виде живете у русских откуда этот менталитет грязи и вот мы проехали всю Россию и ни одного места нет не загаживания нигде прямо самосвалами все свалено 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 это гумус это не грязь это гумус биво биво гумус давай я хотел сказать вот об этом где написано тут с маленькой буквы а в толковании с большой но тыгнатий нам этот сказал пример когда в одном месте говорится с большой в гиену а с другой с маленькой а вот поглядите как у его написано если рассмотреть до конца то господь как бы поступает нелогично вот она в чем нелогика приходит сатана к нему ну и говорит все обывая ну и говорит все дело рук его ты благословил и стада его распространил но простри руку твою и коснись всего что у него благословит ли он тебя то есть теперь как бы ты вот в обратную сторону отними все и так сделай чтобы ему было тяжело Богу говорит сатана и господь отвечает ему и сказал господь сатане вот все что у него в руке твоей только на него не простирай руки своей то есть все что сатана просил сделать Бога кроме одного убить его до конца он ему говорит хорошо ты делай и теперь получается что не господь делает ему зло а именно сатана то есть вот оно в чем испытание и теперь дальше когда все это происходит сороковая глава конец какой как бы Иов просит у господа и вообще у всех как поступить ему если будет суд его и господа и отвечал господь Иову из бури прям так начинается сороковая глава и сказал припаяшься как муж через латвый припаяшь я буду спрашивать тебя а ты объясняй мне ты хочешь не спровергнуть суд мой обидеть меня чтобы оправдать себя то есть так подожди господи как-то тут ты его охранял охранял перед сатаной выставлял его праведникам и так далее сатана подошел и решил вдруг опровергнуть и ты теперь даешь в руки сатане полностью все все зло сотворить этому человеку и теперь опять же как бы на него еще обвинение посылаешь то есть нелогично кажется но такая ли у тебя мышца как у Бога говорит он и перечисляет все и отвечает и отвечал его Господу и Господь перечисляет все свои все свои дела да да и отвечал и Господу и сказал знаю что ты все можешь и что намерение и не твое не может быть остановлено кто сей омрачающее проведение ничего не разумея так я говорил о том чего не разумел а дела чудные вопрос подожди кто неразумеющий прочитай там вопроситель не знаю должен стадать прочитай кто сей омрачающее проведение ничего не разумеет ты Бог спросил и он повторяет слава Божьи кто этот помрачает это я помрачаю он видишь как разворачивает сатана не мог кто сделать что сделали друзья тут надо добавлять что Евт начал почему говорить сатана желает напасть показать что он корыстолюбивый потому хороший Бог оградил у него все плодится телята не сдыхают воры не воруют он говорит ты его не касайся он уже не мог перейти через грань коснуться пока Бог не разрешил только его не а когда разрешил проказы покрыл сатана ни одного шага не может сделать он будет на тобой нависать пугать тебя но сделать ничего не может Бог не разрешил и дальше разговор который идет от друзей они начинают тебя Бог наказал справедливо еще ты мало получил тебе еще то-то не припомнилось и они втроем его так допекли что он стал кричать Богу требую суда требую суда и буду прав он не сесюкал Господи Боже мой да проси Господи помилуй он прямо требую суда испытай меня буду прав с Богом на суд пошел вот как раз пример праведного человека что сатана получил власть над ним и он не доказал что он плохой не доказал друзья доказали это и он увидел за кого они представляют да ты богаче всех правильно правильно я собираю 2000 тонн тонн шерсти ну и что где она на мне эта шерсть да я соткал там делали у меня много работ а кого я одел я все нищие всю округу одел я никакого выбора не делал да действительно у меня много быков резали ну сколько я съел лодыж лодыжку одну остальное я кормил дома инвалидов милосердие оказывал странникам сироты наполнил дома ефта сам о себе говорит они еще многое бог скрыл он докажите иногда приходится это сказать павел говорит я не имею никакого недостатка против высших апостолов вот это ложное обвинение оно не спровергает правда как копылков его сбили они заставили его это говорить господь докажи им что я не такой то есть господи ты вон он похвалился теперь этим моим друзьям так нельзя ну докажи им что я не такой они меня за кого представляют и все это записано а почему закон моисеев в это время соблюдался книга считается старейшая во всей библии может быть ранее бытия написано эта книга одна из самых трудных ее надо считать в ролях господи кто сей неразумеющий так я говорил ничего не разумея ты в ролях прочитать ты это можешь не монотонно считает не как панамарь не не я не как панамарь я бы хотел просто донести этот момент почему тут с маленькой буквы написано оттолкование идет с большой с маленькой тут именно говорится о сатане но везде подразумевается что стоял сначала господь и господь дает испытания и отдает это зло сатане потому что господь то сам самосущное добро не может зла делать ну а тут дальше все закончилось хорошо и господь принял лице Евого чтобы вы знали это 9 стих 42 главы мне по книге по интернету много задают вопросов да они же правильно говорили а почему от них вдруг ни жертвы ни молитвы бог говорит не приму кроме Евого пусть Ев за вас помолится почему они же правильно говорили они всегда говорили правильно но в отношении Евы они споткнулись он не такой оказался то есть эти слова обвинительные они срабатывали как судья да я знаю вас верующий кто другой наконец-то они наткнутся на такого где судья попятился не может быть простой пример меня судили следователь у меня 12 следователей было это еще не говорит 12 в разных регионах 12 экспертов кандидатов наук было заканчивается а мне надо статью 157 запрещенный промысел пленки то я делал продавал ужас бесплатно никто не делает ужас какой пленка чистая и пленка которая записанная разница между ну бумага вот чистая и напечатанная разница есть или она в рулоне есть а у меня доказательства прошли нигде ничего нету уже закрывает дело следователь пришел следователь хороший да я вам себя потерял я вам по волосинке бороду выщипаю но я найду где у вас в каком городе деньги хранятся здесь нигде ничего нету не знаю если найдете мне скажите пусть мне хоть что-то дадут это у одного инвалид войны живет старичок и кто-то ночью залез а он с кровати его поднялся и говорит а кто здесь а кто тут живой воры пришли дед а что вы тут ищите ночью я тут днем ничего не могу найти ну и все весь ответ заходи он с документами приезжал он не для этого приехал ну приди все равно ты что стал скрывать вопросы задам брат иди сюда рядышком так скажи пожалуйста какой был ты три года назад или четыре и сейчас разница есть наверное не знаю надо смотреть ну а как ты думаешь люди это понимают такие интересные были вопросы принимал активное участие в занятиях а сейчас активность только в том как где-то улизнуть куда-то уехать и даже когда ты здесь тебя на занятиях нету почему что случилось а я тебе напомню как я тебе говорил что это придет придет эта отшибленность мозгов и вот это скрывать это ни документы ничего тебе уже не надо будет тебе Бог дал знания у тебя такие оригинальные заскоки были ты заходил где можно было другим задуматься и вдруг тебя нигде нету нам тебя не хватает причину-то знаешь нет выживать трудно ну-ка работы много поглощает работа мирская над собой работы никакой у тебя нету какой остальной работы много ты одно время говорил такие слова я говорю на этом ты и попухнешь и вот оно время это пришло все отнято отнято прежнего тебя нету даже сейчас пришел и в тени скрываешься только зашел здравствуйте хоть маленько поучаствуй и тогда я побегу ничего это не бывало то что с чем ты пришел для занятия ты бы не пришел с этим это у тебя важнее было у тебя тяжелое положение брат я попутно тебе хочу сказать тебе Бог давал это и старые занятия где были смотришь ты активно выступаешь я воздействие сидела я говорю смотрите вот Игорь как раз попал точно в десятку сколько раз тебе это говорил у него оригинальная мысль дальше он их не доводит он останавливается малодушный очень но мысль у тебя было просвещание а сейчас ты потемнел у тебя ночь северная без северного сияния даже тебе может это тяжело слышать вернись на прежнее Библия говорит так кто стоял и дальше откровение говорит откуда ты не спал ты не спал мы сейчас про это как раз говорим тебя прежнего совершенно нет ты не в работе делала какая у тебя работа-то да это житие мое да какое твое житие смерть вонючий помнишь там пёс смердящий пёс смердящий да какое это у тебя пуговки там играет дело-то в общем огня нету погасло всё и там даже дыму сейчас у тебя нету а я тебе сколько раз говорил об этом вставать рано никогда не отчаиваться и всё время двигаться вперёд ты всё время я любил откладывать на завтра а можно на завтра прям выпрашивал это ни разу в жизни вот лично я ни разу даже не подумал об этом уже спать ложиться ведро одно а застыло всё Володя срочно надо воды а ну как завтра ещё хуже будет воды не будет и мы сегодня должны под завязку сделать а ты приходишь я тебя со спиной вот такой был тебя попросил а ты постоял в дверях видишь что я горбатый стою вот такой а можно я завтра приду принесу а колонка рядом я так и попятился ты это не помнишь уже да я помню я тебе говорил это по любви всё работал сейчас сейчас ладно не это скажи а могу я вернуться напряжение можешь теоретически практически нету практически тебе это не сделать ты не привык побеждать препятствия я сейчас на работе это устроился уже левым глазом смотреть туда не будешь у меня брат активный он работает его направили из Силькуль всё работает он работает он там бетонщик строитель электростварщик высокого класса Павел ну вот обед все до одного сколько их там командирование было все легли отдыхать а он пошёл заранее взял книжку какие тут растут редкие растения и он пошёл их собирать после обеда пошли работать а он сушить и когда поехал во Фрунзе он сдал что дороже может быть было у него чем сама работа ты понял а всё ничего дальше он в городе Фрунзе ему дали участок вот от этого дома до третьего это заметать надо а это площадь два раза больше норм он говорит он сказал ну начальник да посмотрим как-нибудь что смотреть платить надо потом пришёл а там нету этого ну кто там подметает дворник он подошёл ты его Павел убрал вот эти уж полтора дома-то взял он не стал говорить ну полтора часа пробуду потом гляжу мне говорит двойной оклад а потом начальник подошёл знаешь Павел один дом остался здесь захвати ты его а потом пришёл и говорит знаешь тут какие-то уехали все вещи свои снесли туда в подвал бросили и уехали ты бы разобрал этот подвал вот это то люди новые поселятся он пошёл а там религиозная литература там столько всего ценного никому больше не попало ему почему за первым смирением последовало второе а дальше Господь увидел он смирён и тогда дал ему то что никому не должно принадлежать я вот говорю о родном брате смирение оно открывает двери для благодати Божией когда оно с благодарением останься не ходи никуда побудь сегодня здесь ну он пришёл раздевайся брат нет я сейчас раздевайся раздевайся ты очень нужный человек раздевайся раздевайся брат у нас ты сегодня юноша я помню как ты обличал семейных которые говорят ааа женился пропал не ходишь на занятия обличал потому что неразумнее не знал не разумнее а сейчас ты разумно встал я побоялся сказать чтобы не обидеть он как раз на этом деле шиковал да я да если она не будет я вот такое вроде как раз так ты не будешь а она будет тебя смирять а ты её семья большая ответственность и надо работать вернёмся к нашим хвалам а вот семья большая ответственность не материальном плане прежде всего духовно брат я тебе это он ещё опыта скажу это он ещё пока не знает дайте дорасти они так же вот пойдут как мой сын он теперь уже занёс ногу над пропастью ты Володя Устинова знаешь Виталия знаешь у них родной отец Александр Аня Александрович начальник радиостанции Константина Константиновича Рокоссовского 10 детей 8 сыновей 2 дочери живых живёт в городе Искитиме Олега Кашевого 7 церковь Старая Брящевская в Новосибирске это надо доехать 60 километров потом по городу Новосибирску до центра а потом ещё по улице Авражной и ни одного богослужения не пропускает а работает на заводе ремонтник токарь лекарщик заказчик там все все специальности подобрал высочайшего класса 10 детей не 2 и какая бы где ни была встреча он везде поучаствует я когда приехал туда переезжать туда ночевать подошёл пойдём ко мне я не знаю кто он такой ну я согласился приехал зашёл а в доме-то там 10 ребятишек я говорю а где тут спать он говорит а вот кровать а кто на ней спал он говорит я а где ты я я на полу буду спать 10 и ни разу не сказал что он занят ни разу не сказал что он не поедет ко мне в Барнаул приезжал у меня отдых отдыхал спал я приехал я сразу избрал его себе учителем хотя я уже был года 3 верующий по Евангелию я от него впервые толкование апокалипсиса услышал и где бы какая встреча не была кто бы не приехал все к Александру Ивановичу Устинову это внутри человека здесь не бедность не многосемейность не многодетность огонь огонь есть это будет а огня нету сегодня отними всё это но уже кто у нас не ходит вечером в субботу их и не будет кто не ходит на занятия их и не будет всё сделай по их я сегодня подошёл говорю а почему вы не бываете здесь а мы в субботу работаем в субботу работаете в субботу могут работать только я перечисляю животноводство сторож врач всё на этом кончилось а вы кем работаете ага вон кем я говорю круглогодично без выходных работают только воры они воруют каждый день ваша специальность связана с воровством исследуйте сами себя понятно а где воруют то не надо говорить государство мышлеждённо спекуляция у меня ступка процентщики как называется банки всё что с этим связано работает без выходных у вас свет есть свет есть у вас свет дома есть а они работают не только пастухи там и много людей так вот у меня для верующих Николай говорит я понимаю я вас понял у меня вот второй вопрос вот вы задавали там в начале то есть ослеплённые богом века сего с маленькой буквы то есть сатана люди так вот можем ли мы ну допустим верующие гневаться на тех кто ослеплён вот у вас был второй вопрос я правильно сказал вот у вас был второй вопрос не можем но мы должны сказать для чего Павел им говорит он бы мог не говорить чтобы они знали кем они ослеплён почему они были такие откуда ты не спал вспомни Павел я вам говорю вспомни откуда ты был каким и куда пал и поэтому приду и сдвину светильник с места ты только вспомни таким ты не был это определённо любой тебе скажет ты должен только вперёд был двигаться когда у меня намечалась свадьба женитьба собрались старцы да и молодые там были старше меня и они сказали жаль конечно на этом всё то есть они слушали наслаждались когда я проповедовал беседовал дальше вам уже не пойти и великое чудо будет если ты задержишься на месте то есть этот уровень который у тебя достигнут но на меня они споткнулись у меня наоборот получилось куда я даже не ездил вдвоём уже поехали жена везде всё конспектирует дальше пошло и пошло то есть пошло по-другому почему? потому что хватило огня чтобы разжечь и другой сосуд вам повезло благодать на благодать да а между прочим благодать на благодать два раза только говорится один раз говорится о законе Моисея на Евангелии благодать и второе стыдливая жена благодать на благодать два раза только говорится то есть это конечно величайший дар Божий не так что буду спать и рост коры там. Не ради листья красного золотца. Нам тебя не хватает, брат. Не хватает. Можешь забывать, что ли, тебя. Ты вот сейчас такое услышал? Очень интересно. Джон Кудян, он в себя все скинул, родственники, и меня не удержите. Вырвался из шкуры и пошел. А ты уже с этим согласился, с раболепным состоянием? Тебе никогда не насытить, если только аппетит будет там расти. Никогда. Имея про питание и одежду, будем довольны, Павел говорит. Про питание и одежду у тебя всегда, если ты голодный, ни разу не ложился. Это отчаяние от плохо сделанной работы. Потому что он думал, как у него будет. Что он как-то так себя поставит, и у него все будет послушно. Собака будет дрессированная, коты будут по стойке смирно ходить. А первый же ребенок, и блин комом, он ничего не знает, что с ней делать. Она орет постоянно. Ну, хорошеество, выросло с этого возраста. Там другие вопросы. А тут брат второй рождается. Он от первого не оправился, тут второй. Что там говорить? Ясно, что он и так-то брат не знал. А архиерей пришел к нам, а он молодой священник. Молодой священник. И у него семеро ребятишек. А архиерей-то и говорит, так вы еще молодые, так у вас еще могут быть дети. А священник сразу подскочил, владыха благословитель зачатий. И все. У меня в лагере один был. У него, кажется, девятый ребенок. А говорит, где-то был в Москве у старца. Он говорит, у тебя 13 будет. Я говорю, так поезжай домой, что ты торщишь тут. Время тратит. А теперь представьте, что будет, если третий появится у него. Надо молиться за брата. Это нормальное совершенно состояние. У эстонцев три ребенка есть. Два ребенка. Два. Мало. Муж имеет право не работать. А третий, если появился ребенок, значит, тогда ему надо идти на работу. То есть, теоретически, он может не работать. Так а правильно ему сейчас по триста семьдесят тысяч или по четыреста уже за каждого ребятишку. И все, что ему работать? Действительно. Это когда объявили об этом, потерялись криптовой Татарии. Ладно. Дальше, давай. Ну, сейчас это такое дело прибыльное. Так что давай, брат, иди работай. Там только за второго. Нет, нет, нет. Как следует. Разденься, побудь с нами. Раздели нашу работу. Да, побудь с нами. Раздели любовь с нами. Полчаса, полчаса. Ну, тогда и молодец. Тогда и жена. Аллилуйя. Аллилуйя. Жертву горной Богу. Мне можно вопросов? Да, в одной проповеди Игнать Тихонович слушала. И про Иова. Вот там сказали, что эти друзья, которые пришли к нему, трое, это под видом друзей был Сафанат. Нет, это друзья. Это когда бежали, объявляли, напали, савияния, посыльный бежит, понапали, я один остался. Вот эти посыльные, это был дьявол в разных лицах, Златоуз говорит, а это были настоящие старые друзья, князья. А вот когда посыльные, они одни метели. Мы посыли, напали савияния, побили, я один остался. Следующий говорит, я один остался. Третий прибежал, я один остался. А Златоуз говорит, это Сатана и прибегал ему. А там нет, там были его настоящие хорошие друзья. Я хочу заострить внимание на чем, что даже в Ветхом Завете, ну вот в то время, еще до Нового Завета, до пришествия Иисуса Христа, до первого пришествия Иисуса Христа, действия Сатаны были ограничены. Но мы знаем, что все святые говорят, что до этого власть его была безгранична. А теперь-то, теперь-то нам просто стыд великий, потому что мы сами приближаемся к связанному, связанному жертве Христа на кресте. Ну вот вопрос ко всем, скажите. У вас дома рукомойник есть? Нет. Ну однажды один человек стоит и молится, а никого нет, или вдруг рукомойник, покрышка слетает, колотится. Что бы ты подумал, один? Рабашка. Он ничего не стал делать. Подошел сразу к крестному знамени, вот так его закрыл. И он заорал, а вода сделалась там лавой расплавленной, наверное. Вы знаете, кто это? Архиепископ Иоанн Новгородский. Бес орет, выпусти. Он говорит, выпущу, если ты меня сносишь, свозишь сегодня в Иерусалимский храм. Люди говорят, бес-то дух, а рукомойник-то вещественный, как может быть? Ты не рассуждай, ты житие святых. И он вышел, конек-горбунок стоит рядом. Он сел на него, давай. Ну вспомните, Викула там, вечера на хуторе близне качает. Сочи ревичками. Мигом. А там ночь. Он подходит к храму, храм раскрылся, он зашел, помолился в Иерусалимском храме. Опять наверху на него, и опять. Но бес довести довез. Но в конце сказал, если хоть кому-то скажешь, пожалеешь. Ему стыдно, что на нем катались. И он однажды говорил, я знал одного человека. Он сатану запечатал в рукомойке, на нем Иерусалим летал. И он ему подстроил. Вы знаете, чем кончилось? Интересно. Так он как? Он позаботился, что братья, монахи, они за мужья, они очень внимательно смотрят. О, а как молодой женщина, красивая такая сидит. Ты посмотри, куда сел-то. Ты посмотри на него. Ты не смотри, что она старше-то, а она как выглядит-то молодо. И он встал каждый раз. И у него монахи приходят, а он ленточку бросит. Духи разные распустит. Но монахи терпели, терпели. Говорит, я видел. Да я сам видел. Говорит, похожу, а там, говорит, на тонких каблуках ему следы-то остались в песку. Ну, монахи собрались всем табором, человек тридцать. А он тут молится в уголке, знать еще не знает. А в это время она раскуклатилась, выскакивает и закелет. Они за ней, ну где там найдешь, там дыра в песок, и он ушел поисподнюю. Они к нему. Так такой ты, святоша, братья, о чем вы? О чем вы? Мы говорили, не сознается-то. Ну, они его плетями поперли. На плот посадили и по Волхову его вниз пустили. А плот-то попыл не по течению, а против течения. Вот тут они завопили, бегут на берегу. Прости, да, встаньте вы. Плот плывет против течения сам. Ну, дальше считайте, что есть святые. Там не совсем плот это был. Это был плоский камень, вообще-то. Ну, ладно. Они на плотик посадили его. А он не на мантии попал? Нет, нет, на камушек. Нет, на камень они утопили. Они не ждали бы чудо. Надо посмотреть. А это чего ты даже пьешь? Ладно, не в этом дело. Дело в том, что Бог посрамляет сатану через праведную жизнь. Тебе не надо упражняться и сказать, а кто экзорцизм, кто изгоняет. Пост и молитвы. Другого оружия не дано. А пост и молитвы это чего? Пост и милостыня. А молитва, содействуемая постом, двумя крыльями, постом и... А почему милостыня? Да пост и сохранил деньги-то. Положил их милостыню. Это все связано. А молитва-то и поднимается. Люди благодарят Бога. Надежда Стивна, слово. Коротко. Вы знаете, вот первые годы, когда я обратилась к Господу, по милости Господне молюсь, к причастию готовилась как раз. И сзади, а рядом стояла, на квартире мы жили, рядом печка, и там ведро пустое, и в нем этот соборчик. И вы представляете, как загромыхал. Трах-так-так-так. И так три раза. Трах-так-так. Я не, даже не оглянулась, продолжаю молиться. Но мыслями уже отвлеклась. Но все равно продолжаю молиться. Думаю, дьявол, что делать, отвлекает меня от молитвы. И вот эти мысли у меня прошли. И опять, как загромыхал это ведро, Потом, когда я закончила, уже правила все, помолилась, подошла, думаю, ну-ка так у меня получится. Нет, никак не получилось. Я громыхаю, а так не получается. А там прям дружно. Трах-так-так. Трах-так-так. И так же стою тоже другой раз вечер. Тоже молюсь. И под окном. Хруп-хруп снег. Кто-то ходит, да так сильно. Потом по крыше. Я вышла. А по крыше-то не пробовали? Как он? По крыше? Нет. Я тогда вышла. И что делала? Интересно, сообразила. Ночи. 12 часов ночи. А я вышла на улицу. Думаю, ну кто-то может быть. 12 ночи, чтобы ходить под окном. На крыше. Залезла вот так вот по лестнице на крыше, посмотрела. А снег прошел. И вы знаете, ни одного следа не было. Под окном посмотрела, ни одного следа. Снег так запорошил, все хорошо было. Вот кто это мог быть? Это тоже сон. А я только не сказала, что свози меня, допустим, там в Москву. Это после из Пумизана, наверное, такое было. Мы еще не связали его. Да. Нигде не знакомились. Не прислиться же такое. Не глотнуло еще ничего. Вот интересно, не прислиться. Забыло такое на его. Я молилась я. Пусть было. С чего вначале-то забыли, наверное. Нет, почему? 4-4. 4-5. Ну, сейчас 5 уже. Давай. Эбо мы не себя проповедуем. Я просто хочу сказать. Напрасно Надежда Васильевна пыталась повторить его дела-то. Громыхать я и сказала, что по крыше полезла на крышу. Ну зачем вам это? Ну, она как волхвы египетские, да? Это надо было вспомнить Пасху в Потеряевке. Пасху в Потеряевке. Да, она не знала. Помните первую Пасху в Потеряевке? Когда мы вышли крестным ходом. Вы двое говорите одновременно только. Читай про. Крестным ходом, когда мы шли с зажженными свечами. Такой налетел ураганный ветер. Такой сбивает аж чуть вот не с ног. Все. Вот так обошли. Заходим в храм. Тишина. Вот вообще. Бывает. Тишина. Бывает, да. А там, кстати, заходите. Не будем искать чудес, как Елена. Вообще не о том был разговор. Спасибо, Христос, по-своему, о том. Напомнили. Второе Коринфянам 4, 5. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. А мы рабы ваши для Иисуса. Толкование. Выше сказал, что мы не прибегаем к хитрости. Потом присовокупил о неверующих, как они были покрыты. Теперь, говорит, мы не обманываем, ибо проповедуем не самих себя. Выделено жирным шрифтом и подчеркнуто. Проповедуем не самих себя, как лжеапостолы. Ибо они внушали своим ученикам называть себя их именами, как и показал в первом послании. Я Аполосов, я Кейфин. 1 Коринфянам 1, 12. Иначе, двоеточие. Не думайте, нападающие на нас, что вы нападаете на нас. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа. Почему вы восстаете против проповедуемого с большой буквы нами? Мы до такой степени не себя проповедуем, что не отказываемся быть и вашими рабами для Христа. То есть, ради того, что Он так возлюбил нас и все сделал для нас. Ремарка Иглы. Игнатий Тихон Челаткин полностью надо читать. Ремарка Игнатий Тихон Челаткин. Если человек, называющий себя христианином, не проповедует о Христе, это явный признак того, что он противится Духу Святому. И в нем нет любви к Богу, ни к Богу, ни к ближним. Священное Писание не подтверждает того, что Бог установил именно такие длинные богослужения на непонятном языке, без проповеди, без слова, которое бы доходило до ума и до сердца. Если сегодняшних священнослужителей поставить в положение апостолов, служить людям, но без сегодняшнего богослужения, что бы они делали? Представьте любого из них, стоящего посреди леса или посреди поля, и рядом пришедшие послушать их. На такое предположение многие священники в страхе всплескивают руками и говорят, не приведи Господи, со страху умру. Нужно помнить, что они должны сказать и словом, и делом, мы не обманываем, ибо проповедуем не самих себя. Мы строим Царство Божие, устрояем его в себе и в людях. А в действительности получается, что строится Царство Попов с абсолютной тоталитарной зависимостью от вышестоящих, как монаши святые. Ну, вопросы? Я хотел пример. Я хотел пример. Это вот как раз говорится о сегодняшних миссионерах. Если говорят о миссионерстве в церкви, то обязательно миссионерство – это рассказ или какое-то действие о том, что было с церковью. Или какие-то гробницы ищут, или раскапывают где-то храмины какие-то, где стояли, или старые храмы пытаются то ли отстраивать, то ли там что-то о них узнавать. И вот там рефераты всякие пишут эти семинаристы о всяких храмах, о всяких священниках, кто там где там служил, сколько там приезжали архиереи, где. И все вот об этом. То есть миссия миссионерства, то есть евангелизация общества поставлена вообще на непонятный уровень. Сами себя проповедуют, получается. А рассказы о том, как они ездили на святую землю? А, ну да, да, паломничество же еще. И вот тут как раз приезжали паломники, дети, там вот тетя Алла Петеримова как раз были там, родственники, девчонки. И они сюда там заезжали, тут их кормили сестры. У меня с ними беседовал, что они ведут себя, как вот детвора в школе. Бегают, суетятся, вы только видели, какой галдеж стоял. Вот они вот тут были во дворе, человек 40. Невероятно просто. Ну, единственное, что аккуратно они сложили на стол свои рюкзаки. Но, чтобы собрать их, поговорить, вот так кучку соберу, начинаю разговаривать. Спрашиваю их, ну и что из паломнических поездок вынесли? Ой, хорошо! И побежали дальше друг за дружкой. Бегают, туда носятся, там на качелях качаются. И старшие тоже. Я им говорю, ну а вы читали Евангелие? Да, читали. Я говорю, помните, что сказали ангелы с женом Мироносицем, когда они пришли к огробу, туда пытались зайти? И как раз Нина, Нина, да? Как раз Нина сказал, постарший. Она говорит, да. Они сказали, его тут нет. Я говорю, правильно, они сказали. Я говорю, вы где-то ездите, паломничество какие-то ищите. Нет его. И до такой степени, говорю, нет, что в душах людей-то, в сердцах их нету Христа. Им нужно показать Христа. Нужно туда Христа внести. И тогда вы можете хоть куда ехать, везде будут ваши друзья. Вы, говорю, там у себя в городе бы ходили, благовествовали, кому-то рассказывали, там дома престарелых. Вы зачем везде-то шаритесь на автобусах? И вот они никакие. Вот автобус весь поисчеркан, рисунки какие-то там, церковь там, кресты. Ну, как ехали в пыли надписи там, спаси Господи, что-то вот такое. Ну, как по-детски все это. В общественном французском туалете есть надписи на русском языке. И вот так весь автобус видно, что паломники, дети. И вот так зайдешь туда, а там такая жарища. И вот они никакие. Вот они вот поразделися все. И вот они пьют. И в штанах там кто как выглядит, Господи помилуй. Я думаю, что кто там может... Я спрашиваю там Романа этого дьякона, который тоже является вашим же... Вашим же... Нет, он... Не надо ничего лишнего. Дьякон Романа, можете помолиться о нем. Ну, хороший такой, небольшой рост, такой худенький. Он говорит, ну надо же как-то детям что-то нести. Я говорю, ну надо, им надо Евангелие. У нас это есть. Мы там на перевалах, я им вот читаю из Евангелия. Им что читать? Им нужно на примере показывать, детям уже. Им нужно вкладывать Слово Божье. А если ты это делаешь неправильно, то это заранее обреченный проигрыш практически стопроцентный. Может быть один что-то привнесет ему, а остальные просто никогда не придут. Они будут это вспоминать как, ну да, хорошее приключение с какими-то там детьми. Ну, такими, которые не дерутся там, или там за ними присматривают. И все. Дальше-то они ничего не запомнят. Это надо быть где-то рядом, недалеко, и всегда на месте. Вот почему Иван Тихонич и написал Стан? Почему лагерь Стан? Стан это что-то на одном месте, такое, что утвержденное, что не надо переносить далеко. Где-то рядом вот, рядом и деревня, тут церковь, там и священник помолится, старшие помогут, и электричество тут есть. Мы сейчас видим много преимуществ Стана. Не такие как подвижные, вот как вот этот автобус. Я посмотрел, в загон пошли люди. А не знаете мне, кого напомнили эти дети, бедные миссионеры, паломники? Они мне напомнили этих животных, которые в зоопарке возят их по разным городам. И вот их представили где-то на вид. И посмотришь, там этот бедный жираф, он уже сложился, кажется, маленький такой, как велосипед. Или там медведь этот замузганный такой, стоит что-то, качается уже, как безумный. И вот такие же дети все замузганные. А миссионерство, миссионерство, благовестие, это пламень, это горящий взор, это благоухание Христово из твоих уст. Когда стоишь, человек разговаривает, и ты понимаешь, что это разум и здравый смысл, и разум Божий, премудрость. Ну и так, запомним из этого стиха, что нужно нам проповедовать не самих себя, а Христа распятого. Аминь. Мудрые слова. Это не мои слова, я повторяю слова из Священного Писания. Конечно, мудрые. Бог. Премудрость сама. 2 Коринфянам 4, глава 6 стих. Потому что Бог, повелевший... Так, но надо соединить его с 5 стихом, поэтому я прочитаю их вместе. Ибо мы не себя проповедуем на Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Толкование. Почему, говорит, мы не проповедуем себя? Потому что Бог воссиял в сердцах наших, как в древности на лице Моисея, так ныне на нас. Как при первом творении сказал, и явился из тьмы свет, так и ныне сказал, и явился свет. Впрочем, Он Сам стал светом для нас, ибо Он воссиял для нас в лице Христа. То есть через Христа, потому что Отец сияет у нас через Христа и дает просвещение познанием не сущности своей, но славы. Заметь, и здесь у Павла богословие о Троице, ибо о Духе, говорит он, взирая на славу Господню, ибо Дух есть Господь, о Сыне, свет благовествования, о славе Христа, а теперь об Отце, просветить нас познанием славы Его. По крупицам... Это толкование никогда не запоминал. По крупицам собирается о Троице информация, то есть благовествование о Троице именно. Вот почему мне это понятно было, что это надуманное толкование. Ее прочитал, ну и все, до себя принял, а другому ты не скажешь. Вот почему. Я не могу это сказать, тем более убедить кому-то. И это, вот это самое главное, в большом я всегда видел, что самое большое, что самое доступное, а остальное просто до себя имел, знаю ответить, а людям я этого не давал. Другой вот начнет говорить, и глядишь, он не знает, чем предложение кончить. У нас есть такие говоруны. Я говорю, ты сам можешь это передать через два дня, что сейчас говорил? Нет. Это значит, у тебя внутри его не было. А Троице, четко, ясно говорится, ну не больше там пять мест в Библии. Все. В Ветхом Завете, кажется, два раза, и в Новом раза три. Ну это, на небе свидетельствует три, прямо говорит, и дальше перечисляет. Три. Евангелие Сея. Радостную весть принес, бегал пока. Сегодняшнее собрание уже стоит в интернете. Аллилуйя. Я за это время скачали с прибора, называется, ужать конвертирование, и успел все поставить, как раз. И уже сделал открытым. Сейчас вот мы сидим, а наше собрание сейчас уже доступно в Америке, в Австралии, везде. Онлайн называется. Онлайн, да. И сейчас вот, то, что прищищались будет, и дети, детское собрание тут было, я немного говорил, Надежда Васильевна вела. А уже к вечеру, а то ставить это не буду, только через 12 часов, иначе наплыв большой, трудно считается. Один я не поставил собрание, один день прошу, уже вещи отовсюду идут. Один, другой, а почему у вас сегодня собрания нету? А когда вы его выставите? Мы тут с семьей сидим, ждем, пишут, там из Польши, там из Чехословакии. Мы, говорит, сейчас ничего не смотрим, только это, как длинный сериал. Удивительно. А нашим братьям и сестрам собрание не нужно. Да вообще. За границей нужно собрание, а нам не нужно. Так за границей-то за какой? Невероятно просто. Вот представь себе, у нас ролик один стоит, протестанты, не православные, собираются вместе, рядом дети стоят, и они стоят вот так вот, ну, стоят не по-нашему, там, а рассегнуты, и молятся, Господи, мы Тебя молим, Отец Небесный. Вот Игнатий с братьям проповедники проповедует, ты их благослови, и крестницы стоят. И где это? Великобритания. Ничего себе. И мы еще там, они уже ролик поставили. Вот откуда-то, не имей, говорит, сто рублей. Аллилуйя. Ну, судя по тому, какой наклыв у нас сейчас. Вот это радость какая. А в это время мы были где-то, я забыл, где-то во Франции, что ли, и в это время нам сказали, почитайте, что о вас пишут здесь. А как он называется? А? Как он называется? Ролик? Ролик, как называется? Ну, не знаю, там, молитва о благовестниках, Надо найти ее, она у меня где-то есть. Люди, с которыми мы ни разу не встречались. И они стоят группой, рядом дети, и все молятся. Ну, что тебе еще говорить? Да, что говорить? Когда пути угодны Богу, Бог и врагов примеряет с ними, тем более друзьями. Мы потеряли знакомых, так случилось, они выехали, а мы оставили для Шотландии, Ирландии, и для Великобритании. У Жанны. Сейчас сообщает, приехали они, нашлись люди, и нашлись из Чехословацки, или из Венгрии едут, и они с ними договорились, чтобы они попутно во Францию заехали, взяли это. Сейчас, говорит, будем встречаться в Королевскую библиотеку Великобритании. А мы только сдали в Швеции, она показывает, вон большая библиотека королевская, там будут ваши книги. А другой, который не читал, не знает, это вот эти вот самые книги, которые лежат у нас здесь. Там есть что сказать. Мне вчера один пишет, говорит, вот ваши книги тут, исследования, конечно, но я-то убедился в этом. Любой, кто проповедует, он нужен, нужнее сегодня. Вот ваши книги, я считаю, прикидываю, сто лет назад пошли бы, так и было, а через сто лет точно самое будет. Они прямо написаны вневременно. Я даже сам об этом не думал. Нам не хватает рабочих, которые в прошлогодний труд наш закончили бы. Вот надо поискать тех, кто поехал бы. Без меня. Кстати, вопрос можно? Как раз по книгам. Возник вопрос такой у меня странный. А почему у нас церковные правила написаны именно в таком порядке? Или это вы случайно их писали? Почему у нас крещение одиннадцатым пунктом идет с причастием, а первое идет о торговле? Тут смысл какой-то есть у вас? А кто написал это? Вы, наверное, писали. Кто писал это? Ну, правила, они как отпечатаны? На бумаге? Ну, наши церковные правила. Правки. Да мы начали, занятия у нас были, я говорю, давайте примером наши правила. Наши правила возьмем. Шестнадцать. Я говорю, какое там первое правило? О крещении. Потом думаю, подожди, там не о крещении. А потом специально смотрю, оказывается, первое правило о торговле и запрете. Там написано церковной дисциплине. Что ты путаешь? Я и говорю про церковную дисциплину. Так это другое дело. Что ты... А вот посчитай, вот, к истинному православию, что за каким на месте стоит? На, просчитай. То, что ты хотел. Читай, главный слух. По порядку. Смотри, по страницам. Первое, что? А молит. А о священном писании? Все. И что? Для людей, которые не знают еще что. Первое дело, это Библия, авторитет Библии. Дальше. Ну, я что-то не понял. А о молитве? Второе молитву. Без молитвы ничего нет. Без молитвы Библии ты не поймешь. На месте стоит. Третье. А покаяние? Ну, покаяние. Молитву Библии привели к покаянию. Я пал, покаялся. Подождите, я не тот. Наша церковная дисциплина, правила, вот 16. Я говорю, вот это ты хотел, вот это в таком порядке, чтобы было. Да. Ты правильно? Нет, детство, подождите. Я, Игнатий Иванович, ничего как раз и не хотел. А спасение? И сразу упирайся куда? В комки. Не закрывай только, подождите. Торговля. Так, послушай, это все правильно. Дальше покаяние, потом молитва, Библия. Покаяние, церковная дисциплина. Ну, это полностью все. Вот теперь, Даша, в церковь приходит церковь, чтобы он не знал, как заходить. Истинное крещение. Теперь крещение, готовим к крещению. Исповедь. Теперь, он уверовал, теперь ему истинство. Ну, дальше все пошло. Церковь, пост. Пост, молитва, дальше. Вот это в каком порядке спасение? Вот о чем он сказал. Правильно. А это дисциплина. К нам приходящий человек, как он должен себя вести. Быть в поясе. Нет, а с торговли почему-то вы начали? С торговли это... Самое то, что вас есть, гостоплежь переела. А не то, что Господь наказывал? Не это? Да нет, конечно. Потому что в любой храм займись, сразу тачок, и вот такая очередь идет. И поэтому не, ну вот здесь вот, говорится, нож в горло. А, вон что. И мне первым делом надо было показать, что торговля не должна входить. Община образовывалась. И мы боялись, как бы нам не превратиться в какой-то торговый тачок-то. И поэтому заранее показали. Слово, может быть, принести и прокомментируете? Да нет. Предлагает принести и прокомментируете. Ну коротко хотя бы. Чтобы это было видно. Хотя бы коротко, да. А что именно? Ну, принести правила, чтобы его показать. Сейчас мы не об этом говорим-то. Мы сейчас совсем другую... Не об этом. Мы правила эти считали и все. Это когда приходит человек и как. Так вот батюшка, когда считает, святые там, мученики. Я говорю, по какому правилу там составлена книга, которая напечатана, богослужебная там, считает 18 век, перекидывает в 15-й, во 2-й век, в 4-й, возвращается в 3-й, люди, в которых веки жили. С чем это связано? Не знаю. Вот у меня определенная цель была. В году 365 дней. На каждый день определенное число святых. Память их. И на каждый день бывает 1-й век, 5-й, 17-й. Следующий день открываешь, 1-й век, 5-й, 7-й. И вот так вот все. Поэтому я из 12 книг выбрал 1-й век. Насчитал. 2-й век выбрал из 12 книг. Потом 3-й. Получилась развернутая картина церкви. У меня цель была. А чем руководствовались составители богослужений, понятия не имею, по сегодняшний день. Я спрашивал даже епископа, помнится. Никто не знает. Вот почти, когда перечисляют. Раньше Серафима ставят тех, которые за ним жили позже. К нам более близкие. Почему? Вот, Игорь Иванович, ну, логично, надо было на 15-й пункт наших правил поставить первым. Там перечисляется. Бродобритие, курение, пьянство, табакокурение запрещены полностью. Ну, тут сразу человек только пришел. Сразу раз. Вот это понятно уже. Сначала. А тут сразу торговля. Человеку любому. Чего ему идти торговлю, он ничего еще не знает. Я вот к чему. Я просто посмотрел и думал, может быть, руководствовались у какими-то... Это болезнь, болезнь. А тут я понял. То есть, то, что у вас болело... Да мы в любой храм приходили без едной торговли. Полиция не знает. То, что изначально... Это потом уже, которые приходят. Мы можем показать. Здесь торговля в любом храме зайди. Невозможность житья. Вот представьте, мы приезжаем в Большой Улуй, кажется, здесь. Заходим в храм. Храм большой, хороший. Никого в храме нет. Голову повернул налево. Торговля и стоит священник. Ни одного человека нет. Один священник стоит за кафедрой. Вам что-то купить надо? Ничего не надо. Мы ему... Давай ящики Евангелия. Таскать коробки. А потом вышли фотографироваться. Это тот самый храм, где меня хотели рукополагать. Я посмотрел. Я вас не увидел. Бычащие кожи засохшие лежат. И мне сказан голос был. Выделывай. Я говорю, они не выделываются. Развернулся и архиерею написал. Не пойду. Как он обиделся. У меня люди годами в кочегарке сидят. Ждут очереди. А я вам предложил. И вы нет. Я говорю, вы хотите меня в ссылку сослать? Не выйдет. А вы что хотели? Я хотел, чтобы можно было свидетельствовать. Люди были. Да, свидетельствовать. Быть священниками, свидетельствовать. Благовестовать. Что такое? Говорят, еще до половины. До половины? Да. Так, есть. Да, да. До половины. Что, на благовестие? Седьмой стих. Я прочитаю предыдущий, потом седьмой. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписанная Богу, а не нам. Вот, вы заметите, вот я встреваю здесь сказать, просветить в лице Иисуса Христа. А обучение называется просвещением. Называется же? Да. Народное просвещение, Министерство просвещения. Да без Христа-то какое же это просвещение? Это тьма непрорубная. Я вот это прочитал, я сразу понял, мои знания нуль. И мало того, с большим минусом, мне надо знать Иисуса Христа, как Он думает, что Ему угодно, как я могу завоевать Его любовь, доверие, чтобы Он меня избрал. Вот, допустим, я желаю где-то устроиться на работе, ну, я должен показать. Вот, после войны было военколхоз, пришел человек, председатель-то тоже фронтовик. Все разрушено везде. А кем ты можешь быть? Я плотником. Ну, так давай, иди, вот, бригада у нас там полностью сгорела, ничего нету. А инструмент, какой инструмент? Ну, ножовка, да лото. Да кого у нас еще нету? Извини, пожалуйста. Ладно. Второй заходит, невзрачный мужичонка. А кем бы это был? Ну, я плотником могу. Так, во вторую бригаду надо идти. Хорошо, до свидания. Он вышел, а где вторая бригада? У него с собой весь инструмент. Он пошел, кого приняли на работу? Этот уже к вечеру сделал столько, председатель только одно. Да как же я его назнял? Да как это такие люди есть? Другой едет домой с фронта. Ну, а там кое-что награбил в Германии это. Ну, разрешалось это завоевателям-то. Ну, он когда в Советский Союз приехал тут и дорогой маленько продавал. Продавал, у него деньжонки скобелись. А зачем он подает? Деньги нужны. А зачем? Он говорит, я слышал, там конзавод есть один. Мне нужен жеребец. У нас кобылы хорошие были, но там сейчас дрянь одна. Но если я хорошим жеребцом покрою, то будет... Он все деньги, сколько заработал, заехал и купил жеребца. И на жеребце я с Германии, считай, приехал домой. К нему со всех сторон кобыл повезли. Там в горе мы устроили. Он говорит, подождите, ребята, в очередь становитесь. И один, два в день. Остальное я его должен отпустить, чтобы он меня не истощал-то. И там, говорит, в очередь стояла. Обновил весь все колхозы. Он мужик с проглядом глядел. Вот так и здесь. Чем ты можешь осеменить? Чем? Слово Божие должно у тебя быть в таком изобилии. Вышел сеять и сеять семя. Ты должен с этим явиться. И тебя примут тогда. Мы вот дорога ехали, священники нас знают. Знаете, я так хотел, чтобы вы у нас остались. Остались и зиму провели занятия. И я не один плохо слышу. Я возьму с собой одного товарища. Еще рад буду. А кого? Я говорю, да мы нового, Игоря. С собой. Хорошо. Я говорю, ну только давайте сядем, выйдем из храма. Побеседую, чтобы вы нас поближе узнали. Мы с ним побеседовали. Уже два года он так и не звонит. Ждет, когда приедете. Он понял, что если мы там будем, то его там не будет. Его выбьют оттуда. Выколотят. Я говорю, мы будем говорить в первую очередь о рождении свыше. Что народ не знает Бога. Мы начнем говорить с самого основания. Сейчас, главное, в интернете появилась такая, один я статью скинул. Его фамилия, кажется, Дубровский, кажется, Никифор. Такой мужик, видно, ушлый сильно. Я слышал такое вот в интернете. Говорят, что Потеряевка хочет отделиться от России. Свой Ватикан устроит. Главой Ватикана, конечно, Игнатия Тихоновича из Горут. Папа там римский, кто это, батюшка у них. Все должности распределены. А министром иностранных дел будет Ураган. Его чемпион мира. Министром иностранных дел. И, говорит, эту государство уже поддержали бабы. Поддержали там еще какое-то государство. И, правда, уже умерший Ким Ирщен. Корейский. Уже признали? Уже признали. И Донецкой, и Луганской республики. Понимаешь как? Такие интересные пишут рассказы. Давай. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Полкование. Поскольку сказал о неизвеченной славе много великого и высокого, то дабы кто не сказал, как же мы, получив такие, как ты говоришь, благо, останемся в смертном теле. Говорит. Глиняный сосуд вмещает такие сокровища силой Божией. Чтобы преизбыточная сила, являющаяся в нас, была Божией, и чтобы не подумали, что мы совершаем что-нибудь сами собой, но чтобы все, кто видит, говорили, что все это Божие, намекает на лжи апостолов, которые все приписывали себе. Сегодня батюшка как раз вместо Писания читал 10 глава Евангелия Теана о пастолях. И там написано, что на наемниках все, и в овцах, и написано, и зайдет, и выйдет, и пажить найдет. Это как раз от преизбыточной силы. От преизбытка этой силы, которую Бог дает, мы заходим в церковь, и там еще сила в нас копится, но она не преизбыточная. Это вот на наших чат посмотрите, да, на многих братьев даже. Они еще сидят, видно, что силы не накопили. И вдруг преизбыток начинается силы, и тогда уже начинает дальше действовать. И зайдет, а теперь и выйдет, и пажить найдет. Вот сейчас мы как раз поедем искать пажить. И все спрашивают, а куда, к вокзалу или на площади Спартака? Один говорит, я люблю вокзал, там бомжи такие ходят, там всякие такие, очень морды такие, бульдожи. А другой говорит, нет, лучше Спартака, там люди помягче, там бабушек много. И еще, вот мы ищем пажить свою. Пажить, где можно полакомиться, чтобы уточниться и так далее. Чем мы должны уточняться? Тот, кто имеет преизбыточную силу. Тем, что мы есть ничто, все Бог взращивающий. Но чтобы Бог взрастил, нужно полить, посеять и полить. Вот это семя. Мы как сеятели должны пройти сначала. Господь не может ни в чем, не то, что не может, Он может все. Но Он не сделает этого, потому что Ему нужны сеятели. Потому что, говорит, взгляните на Нивы, как они побелели. И смотрят апостолы, да, ну что, Нивы-то есть, да, делателей мало. Как выслать делателей, если их нету? Кто будет эти белые головушки-то, пшеничные, складывать-то и сжать, да? Кто? А потом еще и молотить надо. Некому. То есть силы не накопили, преизбытка нет у этого. А тут апостол говорит, преизбыточная сила. О чем он говорит? Он говорит о благовестии. Он говорит, меня нету, меня нету, а вы трудитесь. Вот о чем речь идет. Он там где-то только пишет послание, а они трудятся. Почему? Потому что они так услышали проповедь Христову, что вот это для многих явилось действительно перерождением. Они родились свыше. И поэтому очень легко было потом дальше ему с ними договориться. И об этом блуднике, который у них там проповедовал, чуть ли был там не старостой. И тогда, ну каким-то там авторитетным был человеком. Они все вместе взялись за молитву, поставили его на место, и он покаялся. Это о чем говорит? Это единодушие, единомыслие и общины было. То есть нам нужно вот этому следовать. Быть таким же преизбыточным силами, объектом хотя бы для Господа. Ну все вместе. Ну и отдельно каждый лично должен быть таким. Но лично, видите, не всегда получается. Но все вместе у нас получается вот то, что сейчас говорим. Где-то в Чехословакии там молятся, а нас стоят. Вообще в Англии в какой-то. Вообще для меня это непонятно. Англия это тут при чем? Ну ладно, там Украина еще там понятней. Потом в Америке где-то там за нас эти баптисты разговоры ведут. Какие-то пятидесятники там исследуют нашу деятельность. В Киево-Печорской лавре вылезли монахи из нор. Что такое там? Мы же тут со времен царь Огорука сидим. И вдруг такие книги, какие-то вопросы стали поднимать. Это они что нас тут сейчас присыпят всеми этими вопросами? А ну мы рассмотрим все эти книги. А то его этого Игнатия Лапкина посмотрим. Все сказали, вякнули и затихло все. Опять видать в нору спустились. А там плохо или читать, или что-то они там поняли. И замолились уже. Сейчас они начинают, может быть выползут и выйдут напажить. А я хотел сказать о преизбыточной силе, который сейчас... Мы остановили брата одного, а вот пришел еще один брат. Наши силы, да еще Господь остановил их. Слава Господу, аллилуйя. Да, слава Господу. Аллилуйя, аллилуйя. Это где причастники были. Только я вам открою, потом в закрытом виде с замком. Сейчас ставится уже, что сегодня занятие с детьми было. Вот и работа техники. Я вот только не помню, это Зирахов это или Соломонов. Как ты говорил, мы тебе скажем. Не, не ходи туда, где разваленные, не полагайся и на ровный путь. Не ходи туда, где разваленные, чтобы не споткнуться о камень. Не полагайся и на ровный путь. Бойся даже детей, остерегайся даже детей твоих. О чем это? Не ходи туда, где разваленные, чтобы не споткнуться о камень. Не полагайся и на ровный путь. Остерегайся даже детей твоих. Это что? Разваленные, по-моему, толкование даже искать не надо. Так это Ветхий Завет, я не знаю, толкование у нас есть. Да нет, ну понятно, это Зирахов или где, да нет такого. Что там говорить, я конкретно могу сказать. Вот так как ты перечисляешь, такого нет. А это из разных мест может быть что-то есть? Нет, это один и тот же текст. Один стих, она правильно говорит. Но это правда и сразу. Не знаю, сложно очень. Ни слух, на слух, ни сразу. Надо следующее сказать. Это говорит Соломон. Говорит в виде притчи жизни и нового. И каждое его слово считать, что оно от Духа Святого. То есть оно побуждение, но ответ Дух Святой не дает. Во многом местах. Он говорит, я смотрел, суета и сует, все суета. Павел этих слов уже не говорит. Почему? Это другой уровень. И он, когда говорит об этом, действительно так, не ходить, где разваленный. Видели, где взорванный дом какой-то, там ногу сломаешь. Так бывает в взаимоотношениях где-то у людей. Не поправить ничего. Часто подходит. Как это дело, вы считаете, как? У меня было в жизни. Подходит. Ну, видно, что и этот натворил, и этот. Но они столкнулись. Решали, решали. Да по ножовшину доходят. Давай сходим. Избрали ко мне прийти. Я отвечаю, если так, то у меня один будет он. По-другому отвечу, будет этот. Но у меня обязательно один враг будет. Я по развалину не могу ходить. Я говорю, в данном случае единственный ответ, который вам до сердца достигнет. А просто врага нажить мне это не надо. Вы согласны помолиться? А еще молиться? До свидания. У меня ответа нет. Ответ от Бога придет. И ответ придет вам. Я себе ответ не буду даже просить. Он мне не нужен. Я не пошел по этим развалинам. А почему? У меня бывают там где-то родственники. Вот у нас тут было года два назад между родственниками. В интернете Лапкины. Большое семейство там все. Все перессорились. Из-за чего? Ну, племянница тут была. Вот Вадимова. Жена. И они там. Одни за нее, другие не за нее. Она приняла чужого мужа, его оставила. А вы на какой стороне где-то? Вот дело-то в том, что они все на мне сошлись. Ваше мнение? Мое мнение по писанию. Я должен выполнить. Но она одна, ей трудно. Трудно. Я детей. Детей сказал. Детей я ее возьму в лагерь. Все неправильно сделал. Возьму бесплатно. Ну, а ей же нельзя в потеряевку. Можно в потеряевке. Описание говорит, что такие мне есть вместе. Она себя считает верующей. Я ее накормлю отдельно. Отдельный стол поставлю. Пищу дам лучше, чем мою. То есть я выполню милосердие и выполню то, что с меня требует закон. По развалинам, по вашим, я не пойду. Ты обвини меня конкретно. Где я нарушил заповедник? Нигде. То есть детей я беру. Привезти. Кто должен? Сама можешь привезти. Я тебе отдельное место выделю, но к лагерю ты не будешь относиться. За пределами лагеря я тебя буду кормить отдельно. Все, родная сестра. Племянница. Племянница. И вот о чем ты там говорила, это о духовном надо понимать. Конечно. О духовном. О духовном. О духовных развалинах, прежде всего, думать нужно. Если где-то блудился, то обходи, говорят, за километр это место даже. Не приближайся к нему. Вспоминай дети, чтобы не возненавидели. Когда я начинаю вот эти разводы, особенно это разводы. Вчера одному отвечал такое. Я был такой известный. Я по карате из Украины. Я специально тут призван был. Я работал. У меня такая школа. Обо мне писали, видели. А потом отстрял в это дело чипы и другое. Я сейчас как сумасшедший сделался. Меня за человека не считают. И со мной вот такое делается где-то. Я должен был ответить ему. Он вышел по скайпу на меня. И по скайпу, сегодня утром я его поставил. Стоит уже где-то. Но я под ним выставил. Ну там обычно разрешается пять строчек, комментарии. Я сделал пять строчек. А внизу три тысячи строчек идет, которые скрыты. Три тысячи. А как так быстро? А на сайте написано бесы, одержимость. Я оттуда, из книг из этих, я выписал и туда все вставил. Я ему говорю. Выход только один. Сейчас. Объявляй пост. Ничего нет. Пойди к священнику. Больше трех дней на себя пост не бери. Ни пить и ни есть. Иди к священнику. Все они так сказали. Везде Христос отсылал священникам. Храмы есть? Есть. А вы как себе? Я считаю, я отношусь к православной зарубежной церкви. Я промолчал уже. Где она там зарубежная у них есть? Нет. Иди в храм Московской Патриархии. А дальше бери лист бумаги, расчертеевай, посмотри, какой ты был. С какого момента у тебя начались вот эти завихрения. Где? Какой грех? Главный грех это женщины. Блуд. Если это было, тебе искать не надо. Это та космическая черная дыра, куда тебя засосало и самому не выйти. Выход иметь. Выход один. Полностью все порвать. На том месте не быть, не отдохнуть, не принимать и не покушайся ее спасать. Ты задохнешься, она тебя под подолом умурит. Сдохнешь там. Ну, очень строго с ним разговаривал. И главное, он совсем согласен. Видно, мужик мускулистый. Я говорю, начнем по маленькому. Подними голову вот так, подними. Застегнись на все пуговки. Он сразу застегнулся. Я видел, что на диване развалившись я не могу смотреть. Сядь прямо, напряди. Все, сел. Теперь дальше разговариваем. Следующий раз я вам не разрешаю больше ко мне подходить даже. Через полтора месяца. Но сначала напишите, прямой я вас или нет. Я посмотрю, вы что за это время сделаете. Выход всегда есть, потому что вы еще живые. Ни за кем не подсматриваете, только за собой. Теперь подумай, сколько людям ты жизнь испортил. Кого ты не так учил. А он уже знает Цареву Галину. Она фильмы ставит. Православное там это везде. Ну, видимо, Воробьевского знает. Юрий тот везде там лазит по Афонам. Недавно Воробьевский выставил. Если бы 10 человек, 10% в России были бы по-настоящему православными, тут можно переворот было сделать. Настоящие в России. Да вот откуда ты взял? Да какие они православные-то? Это 10% мусульман могут что-то сделать. А что православные-то сделают? Когда между собой двое сидим в общине, и мы общий язык уже не можем найти. У нас все друг против друга. Почему? Не умеем уступать. У меня в интернете много уплёков. На вас такое говорят. А почему вы никогда не отвечаете? Я отвечаю. У меня принцип никогда не спорить. Я вообще не спорю. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. Я ее возвестил, выставил материалы. Вы их читаете. А вы их не прочитали. Зачем им время тратить? Больше даже не спрашивайте. У нас было 3 дня назад событие здесь. Вот на этом. Уже Володя запер ворота. Все завязал. И вдруг кто-то стучится. Надежда Васильевна говорит, там человек зашел, перелез в ограду, зашел туда и стучится. Я спрашиваю, Володя, расспроси, кто он такой. Да я приехал с Тобольска, с Ишима. Ишима наш епископ. Что делать? Открывай. Вы помните собачье сердце? Профессор. Открывай этот туалет. Там пипочку он нажал туда. Заходит молодой человек. Дальше мы начинаем разговаривать. Откуда, чего, где. Я его угощаю за столом. У нас ничего нет. Картошка вареная. Потом мы ее отеребили и маленько посушили. Он уметает, почем не зря. Сухари. Больше ничего нет. И дал один маленький тот прянищик такой. Он говорит, а нельзя. Я говорю, нельзя. Норма один. И все это, Володя все это записывает на интернет. И все это выставлено. У него ничего не сходится. Откуда приехал, сколько, где живет, Минусинский. Он говорит, и у него нет состыковок никаких. Другие говорят, вот надо же. Говорит, накормили его, напоили. Я ему с собой наложил еще, с собой. И помолились, чтобы он курит. И вид у него как обкуренный какой-то. Кто он такой? А другие говорят, а фамилию-то назвал Левин. А звать-то Вениамин. А отец Яков. У него все еврейское. У него с ней еврей, или он хотя бы похож. Там такие отзывы. А другие, а что вы как чекист, какой раз покрашиваете его. Вы не знаете, еще за этим еще будет. То есть, счастье вышло еще на улицу, мы не снимали. Это все пока за кадром. Люди начинают судить, ничего не зная. Он не тот. Совершенно не тот. Зачем он пришел? Он на вокзале. Такие на вокзале годами сидят. Уехать не может, денег нет, и заработков едет. И как он ехал с Краснодарского края, живет в Минусинске. Я наводящими вопросами он вижу, раздражается. А зачем куришь? У меня зубы больные. Так больные это откуриваю. Зубы черные. И все это выставлено. И сейчас отзывы, отзывы идут люди. Отзывы все правильные. Один только залез, любитель поскандалить. Я его просто знаю уже давно. Вот и все. А кто он, зачем перелез? Но дело в том, что он ушел, и на улицу только вернулся, и обратно прям бегом прибежал, а вы денег не дадите, мне не на чем выезжать. А я говорю, а какие деньги-то? У меня вообще ничего нет. На мне вот эта рвань, и то подаренная. Я уж сам заплатки эти подарили, заплатки сам пришил. На даренных нитках. Иголка и та у меня дареная. И дали ему визитку. Так он где ушел, когда? И через день, видимо, пришел, визитку и взорвал, и бросил около почтовой ящика. Так за этим я еще пока умалчиваю, нигде не говорю, что за этим было, промежуток какой. А люди, ничего не знаю, начинают судить. Я сделал исключение, открыл. Открыл, ну двое так, помолился к Богу, а так бы не открыл. Не открыл. А дальше-то какой разговор был? А может сам сатана подошел? Да, Бог искушает. Но мы сделали все как положено. Мы накормили, наложил ему сухарей, картошки, наложил пряников, говорю, по одному, только утром, один вечером. А паспорта нет, он где? А он у него там, на вокзале, я сдал его в мешке. Паспорт с собой, они в мешке носятся-то. Сколько билет стоит? Он начал говорить, батюшка, только до Москвы, до Краснодара, где он был, дольше ездил и работал на рынке. Не заплатили, это с его слов все. Сначала назвал Яков. Так вы сказали, вы Яков. Ну я крещеный, я Вениамин, а крещеный Яков. Иди пойми, это сегодня, еще нигде нет. Да он сканатный, наверное. Вот так. Не умничай, пока тебя не достигло. А мне есть, до чего опасаться. Вот рядом сосед, вот первый дом-то. Пошел за хлебом, домой вернулся, бабка лежит зарезанная уже, уже зарезали. А у бабки-то и денег там не было где-то. Нина просит слово. Нина. Павел Агельман, помните, священник был убит, это уже теперь, 15 августа, 13-го года, таким вот человеком был убит. Священник-то помните? Похоже, похоже. Павел Агельман. Который в интернете стоит, видела? Да, мы вчера смотрели. А еще целая история была у нас с этим. Он когда уходил, говорит, о пряниках. Только дали три пряника и предупредили, только по одному прянику съедай. У нас такое правило, можно съедать по одному прянику. А у меня перед этим, Виктор Матвеевич лежит и охает. Я прихожу домой, я тебя едва дождался. Я говорю, а почему? Я тут, говорит, ужинал бы шесть конфеток, съел, а у меня теперь изжога. А я говорю, вот учись, можно по сколько съедать? По одному прянику. Вот и съел бы одну конфетку, не было бы изжога. У нас раньше был пряник пополам на двоих. Но я-то не знал пряники. Но вот мы едем через город Тулу, а там возвращается Валя Барышникова, и там Галя была, это, Гладких. Они возвращаются, тульский пряник, вот такой вот несут. Я не знал это. Я говорю, так это на пятерых, вы говорили на двоих, вы сидите и ешьте. Я не смехал про такие пряники, это вот такие тульские пряники. А это справа, теперь поэтому спрашивают, а почему вы по одному, это такие вопросы, это по мелочи. Я не говорю, умолчаю, что за этим было. За этим было самое главное. Пока говорить нельзя, пока до конца не выявится. Но и то, что у нас старосипедное было, мы это тоже засняли. Оно у нас лежит в заначке, под замком. И так, второе коринфянам послание апостола Павла, 4 глава, 7 стих закончили. Следующий будет 8 стих. На следующем занятии. Игнатик, помолитесь о нас. Я сейчас запишу его сначала. Запишите. 8 стих. 4,7 закончили. 8 стих. Павла. Сережа, пожалуйста, мой помощник. Еще можно напечатать? Лена, ты обязана, чтобы приехала, чтобы она у меня рядом стояла. А когда у меня стоит, обычно там, фрося, или кто самый маленький, то она меньше их. Купать все будет, она быстро расти будет, большая будет, на лодке плавать будет. Хорошо? Вздохнула так. Помолимся. Господи, слава Тебе. Ты дивно велик. Благодарим Тебя за этот воскресный день, за мирное, тихое время. Мы вспоминаем об Израиле, Украине и России. Даруем добрые времена, чтобы люди могли покаяться, утише воюющих и терзаемых, гонимых, убиваемых детей и Твоих помилуй и прими в обители Твои вечные. И в чем мы погрешили о этих рассуждениях, прости нас, Господи, и благослови, и распусти нас с миром. Посети болящего Сергея, дай ему силу все перенести. И каждого из нас приготовь к уходу из этой жизни, к встрече с Тобою. Благослови патриарха, епископа, священника, всем даруй духовное рождение свыше. И правители, наведи страх Твоя на них, дабы мудро управляли народом. Ибо с них будет строгое взыскание. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву во издяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. И, Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящих о Тебе на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, Боже всемогущий. Прими нашу молитву о всех заповедавших нам, молиться о них и пролей милостью на врагов наших, и о ком мы рассуждали об этом человеке, и не дай ему погибнуть. И врагам нашим воздай милостью Твоею, чтобы в судный день не поставилось им в вину, что они делали против нас. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, слышай тарап твой. Хорошо нам с Тобой быть. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Хорошо, что у нас есть старшая. Виктор Андреев. Покрутитесь, молитесь. Молитесь, чтобы после Игнатия Тихоновича еще кто-то мог так мудро отвечать по слову Божьему. Он у нас, брат Владимир, подает надежды. Пускай еще больше учат без писания. Он будет у нас доком, будем его спрашивать, он будет нам отвечать. Готов. Готов.